Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Я не накрашенная и буду краситься, видимо, в присутствии вас. Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Упс! Я переоделась, потому что слишком широкие полоски меня полнили. Итак, девочки и мальчики, я показывала вам вот эти кисти. Я заказала их на Buy'n'Coin. Ссылку оставлять не буду, потому что их сейчас не найдет, только слепой. Их можно найти сейчас везде. Это аналоги марки Артисты. Я не скажу, что они очень хорошие. Из них бывает выпадают волоски. Но сегодня я нашла видео на ютубе у девочки, которая... Ну, это не русскоговорящий блогер. Она сравнивала вот эту вот щеточку. И, как бы, от Артист за 75 долларов, да, одна штучка. С щеточкой из набора, который немножко не такой. Там, как бы, от большой вот так к маленьким идет. Но этот набор стоит 45 долларов весь. А у Артиста полосящая вот эта кисточка одна 75. Мне повезло больше, поэтому у меня набор всего за 22.20. Я так поискала, поискала и нашла. Да, кто еще тут всегда найдет, поэтому имейте в виду. Всем будет интересно, могут ли они заменить традиционные стандартные кисти. Макияж я сделала при помощи вот этих вот пяти штучек, без дополнительных каких бы то ни было привлечения других кистей. Собачка передает вам привет, как обычно. В общем, могу ли рекомендовать? Могу. Они приходят вот в такой коробке. Коробка может помяться в дороге. Но если вы визажист, всего вот этих вот 10 кисточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. С их помощью вы можете накрасить два человека, разумеется. Это очень удобно. И дай бог всем в сорок семь иметь на шее две морщины. Да, у меня провисает подбородок, но я слышала, что надо всего-навсего вот здесь подрезать и вот здесь что-то пришить. И будет вообще еще хорошо лет десять. Лет десять я вас еще буду мучить своими видео, а потом у меня будет просто фильм ужасов. Шучу я, конечно же. Шучу. Итак, значит, основной, классный, суперский лайфхак этих кистей, это в том, что благодаря вот такой форме, которая у них, вы ни при каком раскладе не будете тянуть кожу. То есть, если вы просто захотите вот этой кистью что-то растянуть на своем лице, то у вас это вряд ли получится. То есть, сама по себе набивка, она подразумевает немного другое нанесение. То есть, если вы берете вот такую кисть и начинаете там тянуть, все равно вы тянете. А если вы берете вот такую кисть, то вам хочется вот это сделать, то есть вбить ее, понимаете? И я очень даже завидую белой завистью тем девчонкам, которые будут начинать краситься вот такими кистями, потому что их кожа будет выглядеть значительно лучше, чем наша. Когда мы там вот это брали и все, и тянули. Там вот, там вот я просто не знаю, там вот как хочешь, так вот она тянется, даже за самой мягкой кистью она в любом случае кожа тянется. Здесь подразумевается все-таки вбивание, впечатывание и вот, ну никак не растяжка. Если растяжка и будет, даже, да, вот она захочется потянуть, все равно она будет не такая, как вот в классической форме кистей. И это, к сожалению, приходится признать и вполне возможно, если бы я изначально начала краситься, это было когда? Я начала краситься и в пятом классе. В пятом классе я уже пользовалась декоративкой. Слушай, ничего страшного, когда в декоративке нет, поверьте. Так вот, если бы я начинала краситься вот такой вот бархатной, такой нежной лапкой плюшевого медведя, я вот честно вам говорю, моя кожа сейчас выглядела бы, ну как минимум в два, наверное, раза лучше, чем она выглядит в данный момент. Вот, надеюсь, это было вам интересно. Всем всего хорошего. Пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Это Ольга Швер. 1, 2, 3, 4